Слово на сегодня. Я не хочу сказать, что я не знал, что у нас был разговор с браком, и он уже покаялся и лично передо мной, и на церковном совете. Но это его побуждение, и это правильное побуждение, чтобы, как говорится, другим неповадно было. Это не просто освидетельство того, что было. Он сказал о том, что ему плохо. Бог своим детям делает так, что этот грех не в радости. Этот грех печалит. Этот грех раздирает в кровь твою душу. Вот тогда это показатель того, что это истинное Дитя Божие, и показатель того, что он на правильном пути. Ну ладно, давайте стих на сегодня сразу возьмем текст из Писания и прочитаем. Не обманывая, да? Бог поругаем и бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоти свою, а плоти пожнет в тленье. То есть разложение, разлад, смерть. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Радость и рекование Господа. И я почему этот текст взял и пытался, чтобы вы в него вникли, еще раз прочитали. Чтобы он не пролетел мимо. Это ахтунг. Или как ты по-английски? Денджер. Денджер, да? Вот ахтунг. Внимание, внимание. Вот Бог предупреждает вас. Ругаем не бывает. Что сеет человек, то и получит, то и пожнет. И чтобы эти слова не остались сухими. Ну мы знаем, я знаю очень много примеров из жизни верующих, которые поступали подобно тому. И что с этого получается? В конце концов, если поступали не по воле Божьей, это все равно, это рушится все. Это в конце концов ты получаешь несчастье, неприятности, раздрайв жизни. И все. Если ты не послушал. Это поначалу может быть такой, как хорошо. Вот я добился чего-то. И потом ты можешь из-за своего упрямства оправдывать себя и говорить, что нет, все равно, у меня что-то там. Но на самом деле же внутри, ты понимаешь, провал. Полностью. Никакого удовлетворения. Никакой радости, никакой счастья. И какой выход? Если сознаешься. Если ты выйдешь пред Богом и скажешь, Господь, я понял, я не хочу упорствовать больше. Прости. Помимо. Он пошлет мир в сердце. Он пошлет. Даст тебе прощение. Ну да, ну так вот, я не буду, есть примеры и в нашей церкви такого непослушания. Но лучше проиллюстрируем эту мысль из Писания на жизни царя Давида. Муж по сердцу Бога. Понимаете? Муж по сердцу Бога. Избранный Божий. Которого Бога, смотрите. Я обрел Давида. Бог говорит. Я обрел. Я призвал его. И помазал святым и леем моим. Помазал. Или же даже, вовек сохраню ему милость, и завет мой с ним будет верен. Сам Бог говорит. И вот такой вот человек. Об этом потом. Вот я что хочу сказать, что верность Бога и все обетования милости, они воплотились в кого? Во Христе. В Иисусе Христе. В сыне Давида, да, поплоти. Потому что мы прослеживаем родословие. Что Он Иисус Царь. Из колена царского. Сын Давида поплоти. Он Мессия, наш Спаситель. Ну а сам Давид что? Мы знаем, мы читаем в Писании. За то, что в жизни своей много сеял. Того, что не по воле будет, да? Поступал далеко в небо воли Божьей часто. То получал наказание жезлом железным. И претерпел много скорбей, печали, неприятностей, болей и так далее. Даже сын претерпел, могу помнить. Пятый пункт одиннадцатой главы Бессминцевского исповедания веры. Это вообще вершина реформатского учения. Бессминцевское исповедание. Это надо изучать. Так вот, пятый пункт говорит именно об этом. Бог прощает грехи избранных Своих. Аминь. И хотя они никогда не отпадут от любви Божьей, но все-таки за грехи свои навлекают на себя недовольство и грозные взгляды Бога Отца. И свет Его благоволения не возвратится к Ним. Да коли они не смирятся, не исповедуют грехи и не попросят прощения. Аминь. Понимаете, они не отпадут от спасения. Они не отпадут от любви Божьей. Но за грехи свои они получат наказание. Хочу обратить внимание, что обетования, данные Давиду, которые мы будем сейчас читать, смотреть, они действительно для всех избранных Божьей. То есть и для вас тоже. Вот первое, что я вам хочу. Второе. Когда я первый раз прочитал это место в Писании, вы знаете, это было мне слова. Это Бог сказал, проговорил мне вот эти слова. И я их принял, как Бог сказал мне. Я буду Ему Отцом. Я буду Тебе Отцом. И Ты не будешь Сыном. И если Ты согрешишь, Я накажу Тебя. Ударенность Сына человеческая. Но милости Моей я отниму от Тебя. Аминь. Аминь. И вот когда это не просто слова. Хорошие, приятные слова из Писания. Но когда эти слова направлены в Твое сердце. И ты понимаешь, что они сказаны любящим Отцом Тебе. И что так будет, несмотря ни на что. О, это Еле. Это радость. Это блаженство. Это жизнь. И вот в связи с этим возникает главный вопрос. Всегда. А я, сын? А я, истинно верующий? Я, Дитя Божие. Иисус живет во мне. Это не риторические вопросы. Пустые. Это жизнь. Жизненные вопросы. А я? Я сын? Напомню слова Господа из Иоанна Ряда. Это были сказаны Никодиму. Религиозному человеку. Члену Сен-Андриона. Очень такому. Учителю Израиля. Как сказал Иисус. Ты, учитель Израиля, и не знаешь? Так вот он говорит. Истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится слышит, не может увидеть Царство Божие. Даже увидеть. Не то, что войти туда. Увидеть. Издали. Кто не родится слышит. У каждого верующего должно произойти это рождение. Рождение невозможно не заметить. Когда ребенок рождается, он это чувствует. Почему они кричат, когда их по попке бьют? Правда? Ощущают. Если ты не ощутил, ничего тебе не изменилось. Ты не родился слышь. Ты не Божий. Я буду говорить об этом на каждом, потому что это главное. Без этого. Вот это посещение церкви, это религия. Глупая, дурная, никому не нужная. У каждого верующего, еще раз, должно произойти это рождение. Он должен ощутить. Когда он получает в этот момент, вот как написано у святого Иоанна, верующий в Сына Божия получает свидетельство в себе самого. Я не могу показать его вам на пальцах. Но это свидетельство, которое никуда не денешь. Ты знаешь, ты уверен, что ты Сын Божий. И в тебе меняется что-то. У тебя появляется любовь к Нему, страсть к Нему, желание служить Ему. Ну вот это вот есть вот это вот свидетельство. И это крайне важно. Это крайне важно знать. А кто я? Это жизненно важно знать. Истинный ли я христианин или нет? Настоящий или поддельный? Просто называю себя верующим, детем. Или я являюсь им? Овечка я или, извините, козел? Пшеничка я или пленю? Кто я? Ну и еще один момент. Кроме рождения свыше, отличительной чертой истинно верующего является отношение к ореху. отношение к ореху. Ибо мы знаем, дорогие, что грешат все. Писание говорит, все согрешены, да? И лишены слабого. Апостол Яков говорит, все мы много согрешаем. То есть, да? Посмотрите, значит, неверующие грешат. Ну, то есть, те, кто ищет Бога или там идут на пути к Нему, грешат. Христиане, дети Божии, тоже грешат. Тогда же в чем жить? В чем разница? А разница в отношении грехов. Вот будь он не Детем Божьим, он бы радился. Говорит, да, нормально. И скрывал. Все так делают. Да весь мир так жив. Еще бы кичился бы. Вот. Разница. Познавательность нам Детя Божьим. Отношение ко греху. Родившийся чадо Божие страдает от греха. Чувствует себя очень скверно, дискомфортно. Я так описываю? Аминь. Начинает видеть и ощущать всю верность. Всю пагубность греха. И он давит на Него, давит душу таким тяжелым гнетом, грузом, чувством вины просто придавливает к земле. Ты не можешь разогнуться. И в Божьей семье, в церкви, в жизни верующего начинают действовать воспитательные рычаги. Так сказать, методы Божьего воздействия. И вот они таковы. я не буду всех. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего зло. Вы встаете утром, у вас все нормально, но вы согрешили. У вас есть деньги, у вас есть холодильник полный, там дом, квартира, дача, машина, ну все, то, что мир мечтает. У вас в душе скорбь и теснота. Вам паршиво, вам плохо. Это действие Божье на свое дитя. Почему так происходит? Потому что дальше мы читаем. Послание Еврея, который не раз вспоминал. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына или дочь, кому принимает. Да. А он любит своих детей. До ревности любит. Потому так получается. А неверующие. Я же не буду предъявлять претензии соседу. Он не мой сын. Он пьет, гуляет, матерится. Ну печально. Я не ничего. Он сосед. А тут бьет всякого сына, которого происходит. Сын, это мой, родной, я его воспитываю. Так вот, а неверующие, которые подборочку неверующих сделают, которые, это все из Писания римлянам, не прославили Бога, как Бога. И не возблагодарили, но осуетились в ум своем. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Предал их Бог. Делайте, пожалуйста, делайте. Они дойдя до бесчувствия, смотрите, предались распутству так, что делали всякую нечистоту, ненасытенность. Вот верующий, вот его портрет. Но возрожденный человек признает свои грехи, он печается об них, он не оправдывает их, не пытается выглядеть лучше, не пытается маскировать их, скрывать, а наоборот борется с ними, пытается их оставить, воспрощаться с ними навсегда. Истинные христиане именно так относятся к своему греху, не к соседскому греху, к своему. Они знают, что Бог есть свет, аминь. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот мы можем повторять этот стих сто раз и знать его наизусть. Ну и что? Потом пишут, да, в 7 стихе, если мы ходим во свете, вот если мы ходим в этом свете, в Божьем свете, то подобное как то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа Сына Ему очищает нас от всякого греха. Аминь. Свет Божий просвещает каждого насквозь. Вот как рингер. И мы видим себя в Божьем свете. Почему во многих церквях нет настоящего общения в верующих? Ну есть типа комсомольского профсоюзного собрания. Ну спеши, пообщались хорошо. Ты верующий, я верующий нам хорошо вместе. Нет. Нет близкого, нет теплого, нет открытого, нет задушевного общения. Честного общения. Почему? Потому что молятся ну во-первых нет настоящих искренних честных покаянных молитв Богу. Нет. молитв друг перед другом и друг за другом. Молятся дежурными фразами, не прилагая к тому сердце. Основная отговорка отговорка а кому какое дело до моих проблем, грехов. Это моя жизнь. Или если расскажу, то что обо мне подумают, судачить, говорить, осуждать, нет, я этого не хочу. А то, что Бог о тебе подумает, тебе наплевать? вот кто-то подумает, вот сестра подумает, скажет обо мне, вот брат скажет. А то, что сам Бог о тебе подумает, тебе не важно. Потому и нет этих искренних молитв. Нет общения в церквях. Все играют в какую-то игру. А причина вот этого безобразия, я бы сказал, это неверие во все власти Бога. То, что Он все знает и делает. Отсутствие милости, сострадания, нежелание переживать друг за другу. Помогать в битве с грехом человеку. Они гладить его. Да ничего, родной, решите. нормально. Этим самым вы наносите бред. Этим сюсюканем. Да, церковь это, конечно, собрание грешников. Это собрание отнюдь несовершенных людей, несвятых, с которых в полу иконы писать. У этих людей нет ни в голову. Крыльев за спиной нет. Сын никому. Но зато у них есть честность перед Богом, с собой и другими людьми. Братьями и сёстрами. Он не боится назвать грех грехом. Эти люди не защищают себя. Они не защищают свой придуманный имидж. Вот я вот хороший, я вот святой, я вот умный. Они ходят во свете божьи. Хотя это не всегда приятно. ещё раз говорю. Вот думаешь, что ходить во свете это что-то такое замечательное. А нет. Это не всегда неприятно. даже порой очень больно. Потому что ты видишь себя таким, какой ты есть на самом деле. И теперь ничего не остаётся делать, как признать свои ошибки и рехи, не оправдываясь и не заметая их под ковёр и говорить тут ничего нет. А наоборот открыто исповедовать. Открыто. Вы знаете, есть разные типы осознания, исповедания греха. Или виды, я даже не знаю, как их назвать. Ну в общем один из них это общеизвестный, очень такой общепринятый, распространённый. Он звучит примерно так. Все мы грешные. Ну что поделать. Какие мы уж уродились. Знакомы ваши? Знакомы. Ну все мы грешные. это пустое, глупое, ничего не значущее, ничего не дающее вам пустословие. Бывает иначе. Даже называют, озвучивают конкретный грех. Словно. Да, я забистый вы человек. Но тут же оправдывают его. Ну как можно не завидовать этому гаду соседу, у него мерседес. Ну как можно? Да? То есть вот такое попустительское, изменительное попустительство. А почему? Потому что нет возможности посмотреть на себя честно, признаться, какой ты есть на самом деле. Нет решительности отсечь то, что соблазняем. Ну вы знаете, да, что Иисус сказал? Если глаз соблазняет тебя, что? Нет если рука соблазняет хочет что-то взять, отруби. Ага. Да, это образ такой. Если мы поступали бы на самом деле, все были хромые, косые. Потом, это говорит о решительности. Как нам нужно действовать с этим грехом? Вот представьте себе, нужно, чтобы остаться живым, вырвать глаз свой. Ну подумайте. Либо еще один момент, третий. Либо бывают очень подавлены, знаете, раздавлены, парализованы грехом. Не осознают его всю смертельную опасность. Вот такой пример. Представьте себе, вы дома сидите, вдруг пожар, пожар случается. И вам кричат, дом горит, быстрее спасайся. А вы так спокойно отвечаете. и что? Я только вчера ногу поломал. Я в гипсе и не могу двигаться. Какое мне дело? Пусть горит. Такое может быть? не представьте себе на минуту, тут пожар полыхает, у меня нога поломана, я не могу что мне это поломать. Там не может, конечно, как вы только увидите, услышите, вы будете ползти, грести, на одной ноге скакать, прыгать, но только бы спастись. Ну так или нет? Да. И вы забудете, что у вас поломана нога, вы на ней побежите, так, что будете аж-на-жем липать вот так же нужно бегать от греха возлюбленной. Вот так же нужно убегать от греха, чтобы остаться живых. Каким образом Бог очищает нас? Кто ответит, мне отвечает. Чем? Кровью Иисуса Христа. Ну что вы молчите? Кровью Иисуса Христа, да? Так? Аминь? Каким образом? Как? Исповедание. Знаете, да, этот стих? Если исповедуем грехи наши, то Он очистит нас. Потому что Он верен и правен. Это не трюк. Это не магия. Это не какое-то заклинание. Знаете, если тут поплывал вот это, поклонился вправо поклонился влево. Нет. Исповедание это единственная правильная реакция на осознание наличия греха в тебе. Это единственная правильная реакция исповедания на наличие греха в тебе. Как только становится ясно, что вы впали в грех, тут же должно быть исповедание. греческое слово, вот брат хорошо знает, греческий хамологео обозначает признавать факт, говорить то же, то есть соглашаться с Божьей оценкой греха. Не припудривать себе там что-то. Ну, подумаешь там чуть-чуть. Иными словами смотреть на грех глазами Бога. И только тогда эти исповедальные ваши слова начинают приводить в действие механизм очищения. Вы понимаете о чем я хочу сказать? Если ваши исповедальные слова они точно соответствуют Богу, как Бог видит этот грех. И вы видите его мерзость всю. И вы ненавидите этот грех, и вы хотите от него освободиться. Только в таком случае механизм очищения начинает действовать. У нас у людей свои мерки. свои стандарты греха. Вы я думаю согласитесь с этим. И они очень разнятся с Божьими. У него нет градации на большой и маленький грех. Нет. Это мы квалифицируем грехи на тяжкие страшные убийства насилия наследники гнев зависть и легкие. Лень ложь. А ложь даже если для дела и во благо. Это вообще святое дело. Это даже хорошо. Правда. Но что говорит этому Бог? Прич мерзость пред Господом пустая воживая. Мерзость вы ненавидите это. Таким грехам как ропот, лень, жадность, неумение жертвовать вот сюда. Неумение и нежелание. Мы отусим все так легко и находим их массу оправдания. Ну нету меня денег. Ну нету денег. Мне там очень много купить сделать. Нету. А нужно понять весь ужас этих грехов. Понять что они оскорбляют Бога и Он ненавидит их. И вы никогда не получите благословения потому что вы не поступаете так как хочет Он. И мы часто теряем чувствительность к греху. Очень часто. Привыкаем ну например как дышать грязным воздухом. Вот вчера у меня было один занятие семинарий молодой брат сказал Аня что ты здесь он говорит да там пыльно я вот на свежом воздухе это мы ощущали вот приведу вам еще один пример но это не столь страшно вот смотрите когда я первый раз попал в город Литейнецех то подумал что попал в преисполь это без без привука во-первых туман пыль 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 во-первых это ну и вот эти изложницы с них поднимаются огоньки такие огоньки ну точно преисполь но тем не менее 14 лет я там отработал привык я даже не думал я могу работать в такой пыли находиться они тоже работают так что не в этом страшно привыкать страшно к греху и не нужно потому что это смертельно это смертельно опасно как Иисус сказал не то что входит в человека оскверняющего а то что выходит то что в вас сидит там вот то истинно верующий видит грех еще раз в свете Божьем так как его он осознает всю его опасность всю его мерзость и как написано в псалме покаянном Давида ибо беззаконие мое я осознаю грех мой всегда передо мной тебе никому-то тебе тебе единому согрешил суде лукавое перед очами твоими сделал так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем то есть если что со мной случится аминь да то ты правильно поступаешь ты я это заслуживаю я это принимаю я не буду обижаться на тебя потому что ты праведен а у нас же нет мы себя прав подумаем так же возрожденный человек имеет желание очистить оставить освободиться от него а не прикрывать его замазывать закамуфлировать его он знает слова Божьи вот давайте еще языки покайтесь от всех преступлений ваших чтобы нечестия не было вам преткновением отвергните от себя все грехи ваши Бог говорит покайтесь признайтесь исповедуйте их и обратитесь от них уйдите от них чтобы не было преткновения между мной и вами чтобы я мог вас благословлять обидно перевод скрывающее это еще один вы себе это увидите закрывающее свои преступления не будет иметь успех вот у нас как часто почему мало кто подходит говорит пастор да помолись обо мне у меня тут у меня такая проблема почему потому что скрывает видишь что в семье паршиво гадостно все валится никто не подойдет скрывающее свои преступления не будет иметь успеха вы не будете иметь успеха никогда но тот кто сознается и оставляет их тот будет помилен милость будет на этом человеке опять честность опять видеть себя в свете божьем да поймите вы это наконец христианин увидел себя мерзким падшим грязным опять же он не бежит от Бога как некоторые тут обличают мне говорят в лицо все плохо нет я лучше вообще ходить не буду он ползет ко Христу чтобы освободиться от греха он ползет на коленях ползет ко Христу почему потому что мы сами очиститься равно как и заработать и заслужить прощения мы можем просить молить о милости и уповать на Божий аминь это наш путь да мы все гречники но мы можем просить и уповать чтобы Бог опять же 50-ый Псал помилуй меня помилуй меня по великой милости Твоей и по мужеству щедро Твоих изгладь беззаконие чтобы Бог не ответил на такую ответ грех это опасно да наносит раны он калечит он лишает радости и это опыт всех детей Божьих это не я придумал это мой опыт тоже опыт очень много поэтому нам надо каждый день молиться не только с просьбой но я не знаю как мы покажи 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 что мерзость пред тобой и зри не на опасном аминь 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 ну и последнее самое дорогое результат это евангелие истинным христианам возрожденным детям божьим прощаются все грехи это благословение детей это действительно радостное есть человек взывает вопиет о помощи вот как сейчас брат изможденный измученный нестерзанный предползает ко Христу прося о помощи взывая о милости и слышит из уст самого распятого Спасителя ты прощу ты прощу кроме омывая тебя от всякого греха вы знаете у меня были такие случаи когда я так приходил и вот в этот момент я всегда начинал понимать какую дорогую цену мне насколько какую великую цену я прощу и что мое спасение настолько велико и драгоценно что я просто не могу понять его до конца я не могу его понять оно не подвластно никакому человеческому разумению это чудо Божье и это чудо дается нам да по благодати его искуплением во гостей исповедание мы не зарабатываем себе прощение как многие говорят вот я покаюсь исповедание мы опять же на греческом если исповедуем грехи наши это не глагол это скорее причастие мы являемся постоянно исповедующими грехи свои постоянно это непрекращающийся процесс если это хотите это сущность это нутро это стиль жизни христианина понимаете аминь постоянно исповедующий хочу вам рассказать о Мартине Лютере это вы знаете это начальник реформации церкви начальник нашего движения протестантизма так вот он будучи монахом еще в католической церкви довел до безумия себя и до белого коленя всех исповедников своих просто вывел из себя уже даже не доходя до своей гелии он опять возвращался назад потому что нуждался в исповедании и прощении вот так вот туда-сюда туда только вроде бы исповедовался опять опять надо пока не прочитал слова святого апостола Иоанна и спит с первопознания детьми сие пишу вам чтобы вы не согрешали естественно и я хочу чтобы вы никто не согрешали а если кто согрешит то мы имеем на слое не доходатая перед отцом Иисуса Христа брат он есть умилостивление за грехи наши аминь 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 совершенная жертва, которая полностью умилостивила его праведный гнев. Вот почему христиане, дети Божьи, могут быть уверены в своем прощении и спасении. Оно не зависит от погоды, оно не зависит от того, что вы съели на завтрак, оно не зависит от вашего настроения и от ваших ощущений, а только от совершенной жертвы Господа Иисуса Христа. Аминь. Бог дважды не взыскивает. За все наши грехи заплачено сполна. Ваше прощение гарантировано. Так как Сын Божий умер за вас на кресте. Я хочу сказать такую мысль. Бог не прокурор. Как многие думают. Это задача прокурора. Что? Обвинить. Да? Найди Сыну и обвинить. И дать побольше срок. Нет. Он не прокурор. Бог наоборот ищет как бы помиловать. Как бы простить. Как бы вытащить вас из грязи. Но Бог не желает поводить душу. И помышляет. Как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Как бы вас подтянуть себе. И не Бог такова. И второе. Иисус наш Хадатай. А зачем? Иисус Хадатай. У Бога с памятью все в порядке. Да? Я надеюсь. Он ничего не забывает. Он все прекрасно помнит. Он помнит, что его Сын умер за наши грехи. Да? Аминь. Аминь. Но почему? Рядом с Отцом всегда находится Господь Иисус. И постоянно Хадатайствует за каждого вернущего. Отец. Это Твоё Дитя. Оно искуплено Моей кровью. Он начертан над вами. Вот тем гвоздём. Ваши имена. Вот здесь начертан. Он показывает бронзённые руки. Он говорит. Это Твоё Дитя. Я искупил. Это чудная весть. И принятие её в сердце ваше. Это торжество. Это ликование. Это действительно радость. И не нужно выставлять себя кем-то там святым. Играть в святость. Это просто великие. Ведь Бог уже видит вас таковыми. Святыми. Возвыбленными. Изгранными. Вы Иисус Христе. В Сыне Своём. Аминь. Иисус Христос живёт в вас. Пополамясь. Кто-то может возразить. И я знаю, что таких очень. Таковых много. Что так говорить и учить ни в коем разе нельзя. Что ведь люди это неправильно могут понять. И столковать. И воспримут как разрешение ко греху. И пустятся во все тяжкие. И всё. И будут куролесить там. Но я ещё раз вам хочу сказать. Настоящие. Неноминальные христиане. Понимают, что они грешники. И то, что грешить это не просто плохо. Это ужасно. Это смертельно опасно. И они признают грехи свои. И опять же, я говорю, не прячут их. Исповедуют. И каются. И соглашаются с Божьей оценкой греха. Понимают реальный ужас. И всю мерзость греха. И стремятся побыстрее. Побыстрее оставить его. Очиститься от него. И что интересно. Именно вот. Такие люди. Они всегда уверены. Что каждый их грех. Прощут. А как результат. Они живут. Полноценной. Радостной. Жизнью. Понимаете? Так как уверенность в прощении. И в даре вечной жизни. Это не самовнушение. Прямо не зависит от нас. Этому невозможно научиться. Даже в семинарии. Научиться этому невозможно. Это величайшее откровение Бога. Тебе. Лично тебе. Ощущение прощения и радость спасения. Может дать только сам Бог. Это невозможно достичь. Никакими иными путями. Аутотренингам. Бестолку. Я буду ходить. Я спасен. Я радостный. Я уверенный. Я вот. Все. Руки мои теплеют. Я спасен. Бестолку. Это только откровение Бога. Только Святой Дух может проговорить Духу Вашему, что вы дети Божьи. Аминь. Аминь. Сей самый Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Не Вася мне скажет, что я не дети Божьи. И не я скажу брату, что Никите, что он дети Божьи. Дух Божий. И тогда вы не спутаете это ни с чем. И никто вас не сдвинет с места. Вот это верно. Только Дух Святой может раскрыть нам всю глубину Божьих слов. Чтобы мы наконец-то поняли и уразумели, что Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам ни всего. Аминь. Это должно быть откровение. Неужели Бог спас нас для того, чтобы мы жили в сомнении, в тревогах, в неуверенности? Неужели Он дал себя распять, чтобы затем нас бросить, так на произвол судьбы, оставить, забыть о нас? Нет. Девяностое Псалом, смотрите, что Он сказал. Ибо ангелам Своим заповедай на Тебе, охранять Тебя на всех путях Твоих. А? Девяностое Псалом, самый любимый Псалом православный. Но, мы как люди, и меня беспокоят, да? А действительно, Бог любит меня. И даже тогда, когда я там злюсь на всю и всякую, когда я завидую, когда я ленюсь, когда я там ропщу на Бога, что Он не отвечает мне на молитвы, неужто Он меня любит? Я хочу знать, может ли что во мне помешать Богу любить меня? Нет. Может ли что отличить меня от любви? Дух Святой отвечает мне через Писание, утверждает и укрепляет меня во мне Его Сына. И Он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божия, во Христе Иисусе, Господи нашим. Аминь. Аминь. То есть, ничто не может отлучить меня от любви. И только вот эта величайшая и безусловная любовь побуждает меня жить святой, чистой и угодной Богу жизни. Но, а если и случается впасть в грех, то она же, эта любовь, дает силу тут же склониться, попасть на колени перед Ним, в покаянное молитвие, и возвать к Его милости, возвать к Его прощению. Аминь. Аминь. Да благослови. Давайте, Бог.